Великой Отечественной войне Вспоминали девочку одну Рыжие косички, юная сестричка Как же ты попала на войну? Была весна, но черный дым Казалось, все мечты разрушил А ты лишь обликом своим Смогла забить мужские души Тертые войною батальоны к бою За очередную высоту Жизни нитка тонка, выручай, сестренка Всех, кто пролил кровь за землю ту И ты бинтами и жгутом Ковала славу медсанопаду Сама молила об одном Терпите, милые ребята Эти две косички Ручки, ножки, спички Стольких выносили на себе Эх, война приклята В мае в сорок пятом Пуля Оборвала жизнь тебе Тебе Была весна Со всех сторон Рождалась жизнь А под Берлином С тобой прощался батальон И молча плакали мужчины Поминали деды В праздник День Победы Рыжим сестричкам тишине Будь земля и духа Сколько сильным духом Девичьи погибло на войне Козырьки белые с крестом Мирские ангелы отчизны Вот так кружили под огнем Забыв себя Спасая жизни Козынки белые с крестом Вы наши ангелы отчизны Отдавшим жизни под огнем Спасибо вам за наши жизни Отдавшим жизни под огнем Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, для объявления финалистов Литературных премий Книжных сериях На сцену приглашается Писатель, поэт, издатель, Заместитель председателя правления Интернационального союза писателей Елена Налибина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В другой категории авторов Которые получают, между прочим, Сегодня награды В нескольких сразу премиях Это авторы, которые На протяжении двух лет Прошедших Издавались у нас Издавали прозу, поэзию, Издавали публицистику У нас в 22-м году был запущен Проект «Ценослово жизнь», В котором было 10 книжных серий Разных жанров И дополнительно Возникла чудесная совершенно Патриотическая серия «Родина зовет», За что Елене Кувшиновой Большое спасибо Она пользовалась невероятным успехом И продолжает пользоваться У авторов, в первую очередь У читателей тоже, как выяснилось Наши люди, россияне Соскучились по литературе о Родине О патриотической литературе Поэтому мы сегодня будем Награждать всех финалистов И лауреатов премий в книжных сериях За два года В нескольких сразу Дипломом финалиста литературной премии В книжной серии «Невыразимая» Премии имени Василия Андреевича Жуковского И плакеткой Награждается Татьяна Павловская Пакетка неожиданности Я как-то даже размялась Еще раз спасибо огромное Спасибо большое Собираете заслуженные награды Дипломом финалиста литературной премии В книжной серии «Невыразимая» Премия имени Василия Андреевича Жуковского И плакеткой Награждается Виктор Чекмарь Автор присутствовать не мог Награду получает супруга писателя Лариса Михайловна Кириллова Прошу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В КОЛЕДОСКОПЕ СВОИХ БЛОКНОТОВ ЭТУ КНИГУ Благодарю вас за то, что вы выставляли мне сроки, за то, что я издала свою книгу, не через 10 лет она вышла в этом году, благодарю также вас за то, что вы создали платформу для нашего сотворчества, общения и желаю всем авторам вдохновения, мирного неба над головой и, конечно же, самых-самых больших литературных успехов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем и очень рады вас увидеть. Дипломом финалиста литературной премии в книжной серии «Чудо-дерево» награждается Лидия Шишкина. Я очень рада видеть такое количество детских писателей сегодня, ну просто созвездие, это очень приятно. Я хочу поблагодарить интернациональных писателей за признание моей писательской деятельности, за издание моей первой сказочной книги для детей и взрослых из трилогии. Я желаю всем лауреатам, всем финалистам этого конкурса дальнейших творческих успехов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что книжка, за которую я получила эту награду, написана была очень давно, она очень долго лежала. И Ольга Владимировна, я ее отправила, если не осталось, это «Хтоническая хрень». Ольга Владимировна сказала, что «Хтоническую хрень обязательно надо издать». АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что вы так, подождите, это только начало, мы ждем дальше, мы ждем продолжения. «Хтоническая хрень». Дипломом финалиста литературной премии в книжной серии «Ракетное лето» премии имени Рея Дугласа Брэдбери и плакеткой награждается Александра Власова. АПЛОДИСМЕНТЫ Я от себя просто хочу добавить, с Александрой мы познакомились в Нижнем Новгороде, и весь Нижний Новгород знает эту молодую и талантливую писательницу. Чем мне Александра сразу понравилась, тем, что она горит литературой, она всем интересуется, она всегда хочет работать, ко всем предложениям она открыта, и она большой-большой трудяга. Вот то, что мы учим вас всех, наших членов организации, будущих членов организации, то, что пропагандируют со всех утюгов Елена Станиславовна в своих лекциях. Она пример того, что писатель должен учиться бесконечно, поэтому эту награду ты заслужила. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное. На самом деле, однажды я встретила такую поговорку, люди, которые рождаются с крыльями, никогда не взлетят, если у них не будет учитель, который им поможет. И судя по тому, что я здесь вижу, судя по тому, что рассказывают все, кто сюда пришли, в вашей организации, лично вы, именно из этих людей, без которых присутствующие, может быть, и взлетели, но сделали бы это с большим трудом, а вы помогаете им взлететь. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем. Дипломом финалиста литературной премии в книжной серии «Родина зовет» в патриотической серии премии имени Александра Трифоновича Твардовского и плакеткой награждается Иван Чебан. Всем добрый день. Я очень рада получить награду и приношу благодарность от имени Ивана Крайности и от своего имени. И наш сборник называется «Точка опоры». Там опубликованы произведения студентов колледжа биодезии и картографии Мии Гаек, но не только. Также там присутствуют и другие авторы. И тематика самая разная. Из моих произведений там «Мистический рассказ. Дом». А у Ивана Феодоровича там в основном патриотическая поэзия. Это сборник. Можно еще приобрести в интернете. Надеюсь, он вам понравится. И очень большая честь для нас получить эту награду от имени всех авторов сборника. Благодарю вас. Поздравляем. А вот и он. С корабля на бал. Добрый день всем. Огромное спасибо всем. Это ж надо так входить в нужный момент уметь, а? Слушайте, надо поучиться. У нас есть еще одна очень хитрая книжная серия, в которой, к сожалению, издаются крайне мало. Только звезды и только те, кто знает о том, что такая премия существует. И кто умеет писать для таких людей, для таких загадочных, я бы сказала, людей, как подростки. И сегодня я рада начать представление лауреатов и награждение лауреатов с диплома и награды. Лауреата литературной премии в книжной серии «Подростковая литература». Лауреата литература премии имени Туви Марики Янсен и статуэтку еще получает дополнительно Ольга Селянчик. Прошу, Ольга. Свои замечательные чудесные сказки. Большое спасибо. Я на самом деле очень тронутая и очень горда, что здесь нахожусь. И скажу так, что сегодняшнее мероприятие, оно как будто во мне открыло новый поток и дало новые крылья. У меня очень много произведений начатых, которые не написаны, где-то там лежат и не скрываются в ящичке стола. И, наверное, со мной многие авторы согласятся, что иногда такой вопрос – а нужно ли это миру? Ну, теперь я знаю точно, это нужно, и я желаю всем авторам вдохновения, желаю творческих потоков внутренних, любви, чтобы писали, и действительно мир становился от этого лучше. Всех люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, дорогие коллеги, сейчас действительно первый летний день, он действительно добрый. Я благодарю вас за местную оценку моего труда. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломом лауреата литературной премии в книжной серии «Родина зовет» Премией имени Александра Трифоновича Твардовского и медалью награждается, опять же, Булат Арсал. И невозможно никуда от этого деться, потому что его книги, с которыми он проехал практически пол-России уже, наверное, да, просто на расхват. И это объяснимо, потому что, как я уже сказала, люди хотят об этом читать. Спасибо вам. Спасибо, видите, за короткое время я уже, видите, как расту, уже второй диплом, да. Значит, второй диплом, уже надо больше говорить. Ну, естественно, я бы, в первую очередь, я хотел бы слова благодарности сказать Куршина и Елене Леонидовне. Когда я впервые послал ей свои короткие рассказы о муритерской конвой, она ознакомилась с ними, потом сказала мне, пишите что-то у вас здесь, наверное, больше. И когда уже мы сделали большой сборник войны по телефону, там вообще переповести, рассказы, муритерские конвои, которые я сам не могу читать без связи, а потом она начала меня тянуть дальше. Просто заставила меня просто, и практически у нас за три месяца вышла Декина, две последние книги, там нет, это «Повесть книга». Она сейчас как раз появится большим популярным субъектом на фронте, практически это реальная история о короткой жизни моей роты. Я еще раз благодарен творческому коллективу, который помог мне сделать эти книги, за обложки, которые были отдельной историей, потому что мы скрупулезно подходили даже к форме, в которой одеты солдаты. Именно тот период, начало специальной войны операции, как они были одеты, именно так это все будет четко посмотрено, и благодаря именно Родине Березине из них состоялось. Огромное спасибо, что будем дальше творить. Спасибо. Я не просто рада представить следующего лауреата премии патриотической серии «Родина зовет». Я горда тем, что имею возможность работать с этим человеком, общаться с ним, потому что это звезда российской прозы, звезда российского реализма, к сожалению, которой уже достаточно много лет, и она не выбирается из дома, но при этом она совершенно ни на минуту не перестает творить. Это уникальный человек, знакомством с которым я горжусь. Это Ирина Ракша, но за нее награду сегодня получает коллега и подруга, писательница, заслуженный деятель искусств Анастасия Сергеевна Соколова. Я очень рада вас здесь видеть. И большой привет Ирине Евгеньевне. Просит меня передать всем низкий поклон, большой привет и самое наилучшее пожелание замечательному коллективу Интернационального союза писателей, Далини Березиной и Лени Станиславовна, главным помощником в ее подвижнической деятельности в издании книг. Вот как мы, русские люди, не можем себе наш русский лес представить без птички Ракши, он бы обеднел, так сказать, обеднел бы. Так мы не можем представить себе русскую реалистическую литературу без произведений Ирины Евгеньевны Ракши. Ее именем названа планета в Солнечной системе. Называется эта планета Иринара. Ирина Ракша. Иринара. Ее имя занесено во множество энциклопедий. Она является одним из членов рекордов России. Человек уникальных энциклопедических знаний. Ее патриотизм, он у нее был в крови. Такие у нее родные люди, как ее отец, дошедший до Берлина во время Великой Отечественной войны. Ее родственники – это профессора Московской академии наук. И, конечно, муж Ирины Евгеньевны – Юрий Ракша, картины которого находятся в Третьяковской галерее и в лучших музеях мира. Как говорил Юрий Ракша, у каждого человека должно быть свое поле Куликова. У Ирины Евгеньевны поле Куликова – это вся ее жизнь. Она всю свою жизнь прожила в трудах и в заботах о людях, в заботах о нашей русской литературе. Низкий поклон Интернациональному союзу писателей, который на протяжении времени издал 10 книг ее прозы. Спасибо вам большое. И храни вас Господь. Ирина Евгеньевна просила меня пользусь такой возможностью. Ведь мы сейчас пребываем в мекке русской литературы, русской поэзии, в музее Марины Ивановны Цветаевой. Передать дирекции музея сотрудникам вот эту книгу. Называется она «Золотые опилки». Издана в Интернациональном союзе писателей. Дорогие друзья и сотрудники музея, великой и любимой Марины Цветаевой, сердечная и со светлой памятью от автора, ваша Ирина Ракша. Здесь рассказ и совершенно эксклюзивный о последних днях Марины Ивановны Цветаевой. Я перехожу к лауреатам книжных серий проекта «Цена слова. Жизнь». Важнейшее и главнейшее. Ну, когда, как всегда говорили, главнейшее. Но нет, конечно, все же спорят про зайки и поэты. В серии «Диалог» премии имени Василия Ивановича Белова «Проза» и дипломом лауреата литературной премии в этой серии награждается Максим Исаев, который не поленился и на крыльях большой любви прилетел к нам из Минска, Республики Беларусь. А книга его, проходите, проходите, называется «Любовь длиною в жизнь». И вся его жизнь, на самом деле, это и есть любовь. Поздравляю. Спасибо большое. Я не за грамотами, не за наградами приехал, откровенно говоря. Хотел посмотреть своими глазами этих очаровательных дам. Я очень люблю женщин красивых, особенно. А я русский язык начал изучать с шестого класса. И очень мне нравился язык, очень мне нравилась литература русская. Я зубрил, учил, все читал, все подряд. Пас овец в горах Дагестана с детства, с 12 лет. И все время читал. А когда в Беларуси я оказался, я стеснялся разговаривать с людьми бытовой язык. Я книжный мальчик был такой. Я стеснялся, слушал, запоминал, смотрел. И начал писать по чуть-чуть для того, чтобы научиться писать грамотно по-русски. Я учусь до сих пор. Я еще молод, мне всего 74 года. Очень хотел, очень хотел где-то что-то издавать. Поэтому закончил литературный институт. Работал на заводе инженером-конструктором на Белозе, если кто знает. И параллельно поступил в литературный институт. Моя дипломная работа была отправлена в Всесоюзный семинар молодых драматургов в Пицунге в 90-м году. И там Министерство культуры одну и вторую пьесу выкупили у меня. Заплатил мне тогда сумасшедшие деньги. За последние 4 года, наконец-то, я вышел на пенсию, написал 64 произведения малых разных форм. И сейчас в эти дни издаются, готовятся к изданию книга очерков о дагестанцах, живущих в Беларуси. Это заказ правительства России в Минске. Все, большое спасибо. Я вас люблю, девочки. Будем дружить. Удивительная на самом деле история. Я получаю рукописи. И вот в частности, как бы и господин Исаев, и Алибек Таиров замечательный, который сегодня получал здесь награду и очень волновался. Друзья, удивительный русский язык. И удивительно то, что люди за пределами России частенько им владеют лучше, чем те, которые внутри. Это действительно фантастика, но на потрясающем языком пишут авторы наши. Молодцы. Что я могу сказать? Дипломом лауреата литературной премии в книжной серии «Диалог» премии имени Василия Ивановича Белова и медалью награждается Павел Широков. Я не публичный человек. Сейчас очень приятно стоять здесь. на этом мероприятии. Практически литературный Оскар. Хотелось бы прежде всего выразить благодарность Елене Алине Курчиновой, куратору, Михаилу, письменную редактору, Александру Мамонтову, заточку на сравнение с Ирофеем и с Рушецкой, с Рушецкой, с Рушецкой. Очень приятно. Также я, к сожалению, сейчас не могу назвать как мы помним редактором, кто сравнивает новую книгу с географом «Глобус-пропил» Иванова Александра и того пацана, последнего программирования, что он являет ярким дополнением. Мне также очень хотелось бы поблагодарить Игореву Николаевну Курчиновну. Я хотел бы еще поблагодарить свою маму. Игореву Николаевну Курчиновну, здесь у вас, она, в современном мире, сейчас я знаю, в Белатуре, она приучила меня читать. Я благодарю своего деда, который читал мне с предотвратительного возраста вслух, и совершенно, который, может быть, я даже не понимал. Также сейчас благодарю всех, кого сейчас рядом нет, со мной, но они здесь ходят. То есть, слушают на МВС, профессора Саратовской. Университета филологии Луку Варвару. Тоже на МВС. И, по этой теме, много с вами советовали и просветывались Александровича, тоже безымянного бойца литературного фонда «Критика». Самое главное, что хочу сказать революционно, это впервые, что я эти номинации не заплатил никакие. Потому что очень много, я предпочитаю с интернетом, и очень много приходит в приложении на конкурсы, на премии, когда вам предлагают заплатить просто за первые литературы. Я благодарю вас всех. Благодарю. 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 Благодарю вам всем. Я так рада, что я, конкретно, приехала, забрать все это лично. Спасибо большое. Спасибо большое. Надеюсь, у вас все уместится в сумочку дамскую. Дипломом лауреата и наградой в серии «Невыразимая» премию имени Василия Андреевича Жуковского награждается Елена Склярова. Я хочу сказать огромное спасибо, что принимала, не знаю, где она была, Татьяна, которая меня нашла в интернете. Я обычно очень доедливала, что это московские, умирая. Я не вижу. Там и арктику предлагают, и все предлагают. И вот я настолько была, меня пригласили в свою специальность. Но это для меня вторая жизнь. Первую я посвятила жизнь своей детям. Я всего на педагогическом педагогическом. Но проработала с моими обеспечениями непосредственно с детьми. А журналисты, общественные подспективы, сразу начали работать, как проблему педагогическое освещать. Я первый занятный педагогическим изданец педагогика. И с тех пор я служил просвещенцам, говорится, по педагогическому педагогическому для родителей. Я, конечно, пишу о детях, читают родители, пишу какие-то отзывы. А если бы в наше время какие-то люди, мы бы, конечно, литературу больше любили бы и знали. Вот. И потом с этого началось, что меня пригласили с нами союз писателей. Но настолько он мне вторую жизнь дал творчество, что-то поговорить словами написать. И большое спасибо. Сейчас отправлю я вам восьмой пункт. И я работая со школьниками, и с дождями, мысль пришла, всю литературу, историю, и знаменитых людей перевести на оды, стилем юрига, написать. И столько отзывов и с Вашингтона, и с Таронко, и с Францией. И все прямо довольны то, что вот так оно не предъявляет. Это знаете, такое дело, что действительно единственная догаданность, когда он будет благодаря вашему предательству. И вот на сегодня уже семь, в этом году уже семнадцать, в этом году уже семнадцать. Большое, большое вам спасибо. И еще, знаете, что хочу сказать. Вот благодаря вот Александру Николаевичу Гриценко, вот он таких наших не очень помнит, потому что, ничего, передал на Академию науке искусства. Мы там помогаем решать психологические проблемы уже в празднике. Потому что стиха там не скажешь. Большое девчонки спасибо. А Елена Николаевна является семнадцатой работой. Станиславовна. А, Станиславовна, вы извините. Спасибо. Я считаю просто Елену. Я перехожу к одной из самых сложных книжных серий, в которой немного высказываются. Но если уж высказываются, то так, что закачаться. И вот в этой серии, я видите, как я вас подвожу по долговременному. В этой серии у нас один лауреат, но книга шикарная, и книга о нем, о нашем русском языке, и о любви к нему, и о том, как его нужно беречь и изучать. Дипломом лауреата литературной премии в книжной серии «Министерство правды», премии имени Джорджа Оруэлла, и медалью награждается Виталий Еремин. Но это публицистика. Виталий. Ну я успехов желаю всем союзникам, а союзу нашему уровню. Я бы хотела, чтобы лауреаты наших премий не кончались никогда, но, к сожалению, все кончается. И наша торжественная церемония награждения подходит к концу, и слово «заключительное» предоставляется нашей замечательной Галине Николаевне Березиной и публицисту, писателю, председателю управления. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А я по праву руководителя могу делегировать последнее слово замечательной Мариане, чтобы она в лице наших читателей, наших основных фанатов, и, конечно, книги пишутся именно для них, подытожила нашу премию. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень рада здесь находиться и видеть, сколько у нас авторов, которые получают награды и прекрасно пишут. В общем, я от сообщества и Грегора до читателей хочу передать вам спасибо за то, что вы пишете. А еще хочу сказать, что я психолог, а мне люди приходят, когда очень плохо. И я много работаю, давно работаю, очень много людей прошло. И что я могу вам сказать? Когда мир рассыпается, книги очень часто то, на что можно опереться, то, на что люди опираются, то, что дает возможность жить дальше. Так что, когда возникает вопрос, зачем писать? А надо ли вообще писать? Вспоминайте, что ваши слова это то, что дает людям возможность выйти из кризиса, возможность продолжить жить. и просто делает мир лучше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok